Здравствуйте, с вами Дмитрий и сегодня поделюсь своими криптомыслиями об очередном тестнете. По традиции расскажу о проекте и пройду тестнет вместе с вами, а пока ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Герой сегодняшнего выпуска проект Parcel. Parcel это платформа цифровой недвижимости, которая позволяет вам получить доступ к рынку недвижимости без минимальных инвестиций, с низкой комиссии за транзакции и мгновенной ликвидностью. На сайте довольно много информации о проекте, ссылку на сайт я оставлю в описании, вы можете его полистать. На сайте, к сожалению, нет информации о инвесторах. Здесь также есть ссылки на официальные социальные сети. Помню, что на социальные сети любого проекта переходим только с официального сайта, будь то Discord, Twitter, Instagram, Medium и так далее. Перейдем на Discord проекта, откроем анонсы, переведу страницу на русский язык и здесь почитаем информацию о тестнете. Тестнет запустился 30 марта, продлится он до 10 апреля. Участники тестовой сети, которые предоставят вдумчивый и полезный отзыв, получат возможность заработать место в white-листе. Здесь не будут раздавать награду в виде токенов проекта, здесь будут раздавать white-листы. Поэтому по окончанию тестнета нам в любом случае нужно будет оставить отзыв. Всего в white-лист попадут 2000 человек, которые проходили тестнет. Попав в white-лист, то вы получите возможность приобрести NFT, я так понимаю. NFT стоит 0.5 салана, на данный момент это в районе 50 долларов, может быть чуть больше. И если вы попадете в white-лист, то вы получите ранний доступ к основной сети с увеличением вознаграждения. Здесь есть статья, где подробно описывается система, как работают NFT, сколько они стоят, как их можно будет получить. Статья на английском, но используйте google-переводчики, если вам сложно. В принципе информации здесь достаточно. Я не буду вдаваться в подробности, ссылку на этот сайт я также оставлю в описании. Если вам интересно, можете его изучить. То есть в принципе проект, где вы, я так понимаю, будете приобретать недвижимость в виде NFT, какой-то там дом или еще что-то, и потом на этом как-то можно будет зарабатывать. В принципе довольно таки интересно и за этим проектом можно последить. Для прохождения тестнета нам понадобится кошелек фантом. Если у вас нет кошелька фантома для тестнетов, советую создать. На фантоме, в котором вы храните свои реальные средства или NFT, лучше тестнет не проходить. Специально для тестнетов создайте кошелек, который вы будете постоянно использовать, если тестнет будет проходить при использовании кошелька фантома. Здесь вместо удалить из хром у вас будет кнопочка скачать, устанавливаете расширение, создаете кошелек, записываете seed фразу на бумажный носитель, старайтесь seed фразу не сохранять на компьютере, либо телефоне. После того, как вы создали аккаунт, нажимаете на значок настроек, листаем вниз, выбираем change network и нам нужно сменить сеть. Тестнет мы будем проходить в сети DevNet, если я правильно произношу. Ставим галочку и возвращаемся назад. Далее переходим на сайт самого тестнета, открываем вкладочку Faust, коннектим ваш фантом, здесь выбираем, подтверждаем все это в фантоме и нужно взять тестовые токены. Нажимаем на soul airdrop и вам сразу на баланс отправится какое-то количество тестовых токенов. Мне пришла одна солана сразу же, нажимаем, можно попробовать еще раз, может дадали еще солана и возьмем еще USDC. На баланс мне пришло две соланы и 10000 USDC монет. Здесь они в фантоме отображаются как неизвестный токен, но 10000 их на балансе есть. Далее переходим в вкладочку trade и здесь нам нужно купить одну единицу случайного района. Здесь в вкладочке снизу select token нажимаем на стрелочку, выбираем какой-нибудь район, который вам нравится, допустим выберем вот этот. Здесь введем количество USDC за которые мы хотим купить, допустим 1000 можно купить. Нажимаем swap, подписываем это все в фантоме, операция прошла успешно. Далее чтобы посмотреть купили ли вы действительно актив, вот на эту вот стрелочку нажимаем и здесь в принципе у вас будет показано какое количество чего у вас есть. Все вот капитол хилл здесь появился, значит все прошло успешно. Так переходим во вкладочку borrow, здесь нужно немножко будет подождать пока прогрузится страница и ищем тот актив который вы купили. Я покупал капитол, нажимаем borrow, здесь вводим сумму какую мы хотим внести в качестве залога, я возьму 2500 USDC и нажимаем borrow, подписываем это все в фантоме, сеть солана, транзакции приходят очень быстро, все очень дешевое, операция успешно завершена, далее переходим во вкладочку pool, здесь ищем тот актив опять который мы ранее вносили в качестве залога, нашли капитоль, нажимаем add equity и вносим сумму которую мы хотим здесь оставить. Я возьму допустим 1000 USDC, add liquidity, все подписываем в фантоме, операция успешно завершена. Также разработчики советуют провести подобные операции, которые делали ранее несколько раз, опять перейти в трейд, здесь выбрать какой-нибудь другой район, этот же район потом в вкладочке borrow внести в качестве залога, то есть повторить все то, что мы делали несколько раз, поскольку это тестовая сеть и разработчики пишут, чем активнее вы будете ее тестировать, тем выше шанс, что вы попадете в список 2000 человек, которые получат white-листы. После того, как вы протестили сеть еще несколько раз, переходим во вкладочку feedback и здесь нужно будет заполнить форму. Нажимаем на старт, здесь вводим ваш твиттер, либо дискорд. Я введу дискорд, открываем дискорд и здесь вот снизу под моим, подо мной будет ваш никнейм, вы туда нажимаете и он сразу же копируется. Возвращаем сюда, вставляем ваш дискорд, нажимаем ok. Далее нам нужно ответить на несколько вопросов. Первый, оставить адрес вашего кошелька фантом, на котором вы проходили тест-нет. Открываете ваш фантом, здесь сверху будет надпись, вы ее закрываете и копируете адрес вашего кошелька. Копируется вам просто нажатием, вставляем. Здесь у нас спрашивают, удалось ли вам выполнить все действия во время тест-нета. Если вы выполнили все, выбираете, что вы купили, заметили, проводили ликвидность. Если вы что-то из этого не выполнили, то просто не ставьте галочку, это наверное будет как такой отзыв, что что-то пошло не так. Нажимаем ok. Далее, что вы думаете о этом протоколе? Вы напишите что-нибудь свое. Я написал, что это очень интересная идея, я бы использовал эту платформу и в будущем. Нажимаем ok. Потом разработчики у нас спрашивают, что нам не понравилось в сети этого тест-нета. Я напишу, что мне все понравилось. Если вы столкнулись с какими-то проблемами по ходу тест-нета, то здесь об этом советую написать. Здесь нужно высказать свое мнение, что бы вы изменили в параметрах риска, где вы оставляли в качестве залога свою ликвидность и почему. Что бы вы изменили? Я напишу, что я бы ничего не менял, но опять-таки, если вас что-то смущает и вы хотели бы, чтобы что-то в этой сети работало по-другому, обязательно об этом пишите. Думаю, что это только будет приветствоваться. Далее, был ли какой-то из разделов веб-сайта сложным для вас. Может быть, это был трейд, минт или провайд ликвидити и что бы вы изменили. В принципе, я не столкнулся с проблемами, поэтому напишу, что все хорошо. Здесь нужно ответить на вопрос, считаете ли вы, что в разделах AMM, LP, менеджмент, отсутствовала какая-либо информация, которая вам не доставала. В принципе, если вы что-то заметили, вам что-то не хватало, то об этом здесь можно написать. Тут спрашивают, интересно ли вам торговать ликвидностью в протоколе Parcel. Давайте напишем да. Тут нужно выбрать, что вы предпочитаете, какая из этих функций вам больше всего подходит, либо понравилось. Выберем что-нибудь. Одиннадцатый вопрос. Какие из районов вы бы хотели видеть в протоколе? В будущем выберите город, который вам нравится. Давайте я возьму Сингапур. Следующий вопрос. Делали ли вы твит о проекте? Если делали, то, я так понимаю, здесь нужно ставить ссылку на ваш твит. Давайте зайдем на твиттер проекта, сразу на него подпишемся. Напоминаю, что на официальные социальные сети заходим только с сайта. Не ищем их в поиске вручную. Найдем какую-нибудь запись, допустим, вот эту. Нажимаем на ретвит, ретвитнуть. Можно ретвитнуть также с цитатой. И здесь можно тегнуть несколько ваших друзей. Если вы это сделали, переходим в ваш профиль, находим ваш ретвит. И здесь на него нажимаете, открывается адрес, копируете. Переходим сюда, здесь вставляем. Также, если у вас есть желание, можно скопировать адрес твиттера. Вот это вот собачка парсел. Копируете, открываете главную. Здесь сверху что происходит. Напишите что-нибудь о проекте, какую-нибудь выдержку из сайта, что-нибудь. И поставьте вот такой вот тег. В принципе, это тоже можно потом, если вы хотите, куда-нибудь скопировать. Возможно, в тот же дискорд. Здесь нажимаем submit. Все, вы оставили отзыв о проекте на официальном сайте. Также советую перейти в дискорд, в фидбэк. И здесь я вижу, что все оставляют адрес своего кошелька и пишут какой-то отзыв о проекте. Напомню, что если у вас что-то пошло не так, какая-то функция не работала, это хорошо. Вы об этом пишите здесь, в фидбэк. Прикрепляйте адрес своего кошелька. Если у вас есть варианты, как эту проблему исправить, также пишите об этом. И следите за анонсами проекта. В своем телеграм-канале я стараюсь следить за анонсами всех тестнетов, которые я проходил. Если появляется какая-то информация, я в своем телеграм-канале ее дублирую. Но не за всеми тестнетами я могу следить их очень много, поэтому сами следите. Будьте активными в дискорде, зарабатывайте роль, повышайте свой ранг. Подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайк. Здесь практически каждый день новый тестнет. Подписывайтесь на телеграм-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Будем на связи. На этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...